Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Самое большое театральное здание в России. Театр находится в центре города на станции метро Площадь Ленина. Начало строительства в 1931 году. Открыт был театр 12 мая 1945 года премьеры Иван Сусанин, композитора Глинки. По первоначальному проекту это сооружение было задумано как дом науки и культуры. Там должны были быть праздничные торжества, демонстрации и представления. В 1936 году в мастерской академии Кощусева разработали проект театра, который получил золотую медаль Всемирной архитектурной выставки в Париже в 1937 году. Внешний вид театра характерен для модернистской архитектуры 20-х годов. Отсутствие декоративных элементов, чистота и строгость форм, строгость конструкции, ленточные остекления и балконы, легкие козырьки над входом. Главная конструкция здания, большой купол диаметром 60 метров и высотой 35 метров. Уникальная конструкция, поддерживающая сама себя. Большой зал рассчитан на 1774 места. Общая площадь составляет более 40 тысяч квадратных метров. Рабочая площадь сцены составляет 1000 квадратных метров и на ней можно разместить до 1000 человек. Прустальная люстра в зрительном зале 6 метров, весит около 2 тонн. В ней 472 лампочки. В верхней галереи 16 скульптур, копий античных мастеров. Крупнейшая в Европе площадка оркестровой ямы площадью 150 квадратных метров и весом 12 тонн может быть поднята в уровень сцены и опущена необходимую глубину. Есть театры и малоконцертный зал, где показывают спектакли для детей. Он вмещает 460 человек. В подвале театра в 2005 году была демонтирована рельсовая дорога, по которой в 40-е годы вагонетками доставляли угол в котельную. Это породило легенду. Якобы под театром находится подземный город, бункер Сталина. Но представители театра в один голос твердят, что ничего подобного тут нет. А во время Великой Отечественной войны в здании хранились экспонаты многих эвакуированных музеев, Тредяковской галереи, музеев Пушкина и Павловска, музеев Новгорода, Севастополя, Твери. В театре хранили свои фонды 22 учреждения. С театром связаны имена известных режиссеров, художников, балетмейстеров. Большое число артистов и театра отмечены наградами и почетными званиями. Много лариатов государственных премий и международных конкурсов. Сейчас коллективы театра активно гастролируют в разных странах. С 2015 года генеральным директором театра назначен Владимир Кехман, музыкальный руководитель и главный дирижон театра Дмитрий Юровский, руководитель балета, заслуженный артист Украины Денис Матвиенко. В 2016 году театр переименовали в «Новат» с расшифровкой «Новосибирский академический театр». В 2020 году к 75-летию театра установили новую подсветку за 416 миллионов рублей. Подсветка включает 1500 световых приборов, они окрашивают здания в белый, красный, синий цвета. По ночам театр будет переливаться множеством цветов. Каждый год театр не перестает удивлять, зрителя. Всегда появляются премьеры. Весь персонал очень вежлив, всегда поможет разобраться и ответить на вопросы. Диапазон цен в театре большой, в зависимости от спектакля и от того, как задолго вы покупаете билет. Например, на балконе или боковые места начинается от 500 рублей. А если вы еще не были в знаменитом театре, то обязательно сходите. А если вам понравилась информация и вы узнали что-то новое для себя, то поставьте мне лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно же подписывайтесь, чтобы не упустить новые, еще более познавательные, интересные видео от меня. Спасибо вам за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok